Закачал как-то раз руки, пошел умываться. Я, короче, не могу, да, дотянуться. Я и тут навстречу, и тут навстречу. И, как говорится, бам, суду, что? Пизда, блять, братик, пизда, да. Вот единственная проблема. Тебе не падает, видишь, да. И это вообще ништяк. Да, да, да. Ну вот нам, в принципе, как раз там амплитуда не нужна, там идет связка. То есть ты работаешь, вот, и все. Ну, просто чисто позинг, как на сцене. Большинство проблем, они начинают сводить вот сюда, включать трапеции. А ты должен раскрыться максимально. То есть, да, как в двойном спереди, раскрываешься и работаешь. Но это, понятно, разминка. Но самый прикол, когда ты вот так работаешь, а потом, когда уже не можешь полный, начинаешь дорабатывать прям вот такими короткими. Да, но мы когда дойдем, будет понятно. Так, давай одну скинем и поработаешь. Да, хорошо получается, но чуть раньше. Всегда в нагрузке. Чуть-чуть, чили. Да. Работает. Раз, два, два. Угу. 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 Погнали. Угу. 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 Хорошо, что больше не поставили. Я, прикинь, покачал как-то раз руки, пошел умываться. Я, короче, не могу, да, дотянуться. Я и тут навстречу, и туда навстречу. Короче, я в итоге просто взял воду, набрал, и вот это началось, знаешь, что. Тут, в принципе, чем ты сильнее раскрываешься, тем ты шире становишься, тем пропорциональнее. Чуть-чуть шире, чуть-чуть, да. И вот ты, когда пошире, чуть-чуть локти расстывай. Да, пошел. О-о-о. Не дергай. Красиво. И короткие, десяточку. Зазидите, дамите. Доверни, доверни. О, вот оно. 5, 6, не дергай. 7, 8, 9. О-о-о. Огонь. Локти назад, и поехали. Да. И вот, когда так делаешь, хорошо, да, но вот именно вот этот вариант, прожатие. С кистями. Вообще же, я понял. Тут нам вес не нужен большой. То есть, мы сделали сначала предварительное утомление. То есть, вот Витя сказал, что у него бицепсы быстро устают. Почему такая история? Потому что они, скажем, не привыкли работать. Поэтому мы сделали там предварительное утомление, четкое, все попало куда нужно. Сейчас мы продолжим его, но еще и с растяжением. То есть, чтобы туда загнать питательных веществ. И вот последнее упражнение у нас будет силовое. Кривое, страшное, как мы делали бабочку. Но оно попадет уже куда надо. Если бы мы его сделали первым, тогда это было бы бесполезно. То есть, сработали бы, как обычно, плечи, предплечи и всякая херня. А тут тоже нужно. Да нет, давай пятнашку. Да. И разгибаешь полностью. Прям вообще еще, 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 еще. Вот. И вот сюда. У большинства ошибка в этом упражнении, что они начинают локоть задирать. А здесь нужно зафиксировать. Вот. И все. И вот тут и держим. И держим. Кисть расслабил. Вот. Понял? Поймал вот это вот. Когда кисть расслабил и додавил еще сильнее. Да. Дай. Локоть чуть-чуть назад. Вот. Хорошо. Да. Когда не будет получаться коробка, полная полная полная, начинай коробку. Не дергай. Красиво делать. Раз. Раз. Два. Не надо. Все. Вот сейчас все. Вот и все. Не дергаешь, работаешь. Разгибай еще чуть побольше. Туда. Пошел, пошел, пошел. И пошел. Вот. Не помогай. Четыре еще раза есть. Раз. Кисти чуть под расслабил. Два. Под расслабил. Три. Хорош. Огонь. Ништяк, ништяк. Так. Локти. В стороны. И ведешь к груди. И вот он бархиалис прям четко, да. То есть вот он выделился. Типа молотки. Он начал работать, да. То есть, конечно, можно и так делать. Но у меня так не происходит включение хорошее. Вот в таком варианте он сразу прям вылазит. И у меня получается лупить именно в него. И я делаю немножко движения, разводя локти. Типа еще чуть-чуть подразводишь. И как бы прям заворачиваю. Кисти вот сюда внутрь. И пошел. Да. Не торопись. Так лучше чем там вниз. Да. Да. Вот сейчас поймал, да? То есть вариант силовой, но при этом многоповторный. То есть в чем прикол? В том, что мы работаем в отказ. И вот я только что сделал, по-моему, 12 повторений с пиковым сокращением. Именно четко. И я понимаю, что больше я не выполнил. И я начинаю немножко уже подключать читинг. То есть это, в принципе, методы повышения интенсивности. Они как бы очень хорошо в этом плане работают. Давай. Блять, нос чешется нахуярить сегодня. Я, кстати, алкоголь никогда в жизни своей не пробовал, знаешь ли? Реально? Вообще, даже не, вообще никакой. Нифига. Это, знаешь, вопрос. Как же ты расслабляешься? Я все отвечаю, я не напрягаюсь. Я, да, расслабляюсь. Да, разгибай еще больше. Поймай вот это вот еще, да. И думай, да вот, вот сейчас хорошо. Да, я понял. Да, то есть движение именно сгибания локтя просто. И чуть-чуть. И заворачиваю сюда, вот кисть на себя. Да. И вот прям вот сюда держим. Давай три раза еще сделай. Раз, держи. 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 И восемь быстрых, пошли. Прямо накидывай. Выпрямляй, выпрямляй. Три. Четыре. Шестой вперед. Семь. Хороший. Что я только что и говорил, когда не получается сделать уже спиковым красиво, начинаем делать криво, косо. Но попадает все куда надо. Короче, я психанул, добавлю тут что-нибудь. Опа. Такое вот хорошее предварительное утомление, оно позволяет потом уже попадать только туда. То есть ощущение со стороны, что я может делать какую-то херню, пытаюсь там помочь с чем угодно, но попадает все четко туда, куда нужно. И как бы если мы посмотрим, то венозность пошла хорошая. Это значит, что мы попадаем именно в действующую, в целевую, мышечную группу. У меня был прикол, что Ник Волкер пожал там что-то 65 килограмм на сколько-то раз. Я взял и исполнил это тоже, короче, на плечи. Потом он пожал 73, я думаю, ну что, надо же его обогнать. Я поставил 75. То есть я намотал вот эти, блядь, блины, у меня вот такая херня получилась. Обосрался, не пожал, короче. Последний подходик, я думаю, что пойдем позировать. Ну, не пойдем позировать, а пойдешь позировать. Знаешь, человек форму не сделал, но у него 50% формы, и он когда пробует ее сделать, получается говно. И он говорит, не, бодибилдинг это не мое. Оно как бы твое, ты просто ничего не сделал как бы для этого. Просто да, чуть-чуть еще не затерпел. Поэтому про него, я даже фамилию, если честно правильно, не выговорю. Смайк, смайк. Да, про него, если рассматривать, ему выгодно быть таким. Да. То есть все говорят, что, а вот если бы вышел, вообще бы всем там, да. И по бодибилдингу, и по рестлингу, и по порлифтингу, почему только нет. И по подтягиваниям. Да, хорошо. Чуть в локтях, по оси не ходит. Да, плечи не включай. И четыре быстрых пошли. Раз, два, три. Хороший. О, хорошо. Вот и кончилась тренировочка. Хорошего понемножку, сладкого, не до слез. Пойдем, попозируем. Так, ну давай. Так, смотри. Вот хорошо. Попробуй ноги сделать поуже. Чуть подсесть на них, и они будут пообъемнее. Да, чуть пятки внутрь. Да, видишь, добавил вот здесь. Еще чуть пятки внутрь сделай. Внутрь прям. Нет, не разведи носки, а именно пятки внутрь. Давай. Попозальчик. Да. Чуть-чуть подсядь. И чуть развернешь здесь. В сторону чуть-чуть. Да. Как бы на внешней стороне стопы. Угу. Вот. Плечи не задирай. Да. Здесь. И наклон. Да. Тень создал. Сразу визуально. Видишь, на сцене же будет так же. Тень создал. Визуально стальное меньше стало. Пошли, давай. Пропорции спереди. Так, сейчас. В NPC, подожди, показывают пропорции? Не знаю. Нет же, мне кажется. Давай двойной спереди пошли. Давай. Пропорции еще покажешь. Я лучше бы все подделил. Давай. Так, ну-ка, попробуй грудь включить. Да. Вот так и держи. Видишь, она смотрится лучше. Да. И когда она засечется, чуть подсядь. Да. Пока тяжеловато. Да, давай спиной. Нет, этих тут точно нет. Пока вы где-то. Чуть-чуть пониже. Нет, нет. Ага. Смотри, мне нужно, чтобы ты создал вот здесь напряжение. Да. И тогда у тебя напряжение пошло. Сразу тень. Чуть подсядь и включи бицепс бедра. Нет, прям в коленях чуть-чуть. И воткну. Вот. Вот сейчас хорошо. Плечи. И напряги трицепс. У тебя визуально сразу плечи еще шире становятся. Хорошо. Да, давай лицом. Двойной бицепс спереди. Так, единственное, смотри, мне хочется, чтобы партняжная, она у тебя всегда немножко была в полете, всегда напряжена. Давай. Да. И опусти плечи чуть-чуть. Да. Где? Чуть приподними. Да. Чуть весь подсядь. Да, видишь ноги? Вот тут заиграло. Плюс колени чуть разверни в стороны. Да. Да. Хорошо. Сейчас расслабься. У большинства проблема. Вакуум делают. И вот тут зажимаются. То есть вот это следи, если у тебя начинается вот это. Я показал вакуум, тренировал вообще. Ну, можешь уже начинать. Давай. Хорошо. Двойной спереди показали. Мы идем по классик физик. Соответственно, мы не показываем широчайший спереди. Кажется, на метро? Да, там нет. Там идет двойной спереди, бицепс сбоку, тридцепс сбоку. Ну, давай пройдем все, что ты умеешь. Давай, широчайший спереди. Пошли. Да. И всегда, вот широчайший спереди показываешь, как будто разъезжаются ноги. Да. Грудные включил. Чуть наклонил, наклонил. Еще, 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 еще. И ноги. Чуть подсядь, включи их. И плечи опусти. Да. Хорошо. В чем проблема? Смотри. Ты вот здесь показываешь. Мне нужно, чтобы ты прям талию себя. То есть смотри, вот у меня визуально, у меня талия широкая. Так-то. Но я сжимаю кулаком и получается узко. Давай. То есть берешься вот отсюда. Не, пониже. Пониже чуть. Да. И вот тут прям сожми себя еще сильнее. Да. Видишь, вот тут стало меньше. И плечи опусти. Хорошо. И видишь, проблема, знаешь, какая? Когда начинаешь, ты встаешь, смотри, вот просто широчайшие. Посмотри на широчайшие сзади, вот сейчас. Ты встаешь вот так, у тебя широчайшие широкие. Поднимаешь плечи, они становятся маленькие. Соответственно, ты тут делаешь так же. То есть ты поднял, у тебя широчайшие маленькие. То есть ты когда раскрылся, ты их немножко сюда. Раскрывай. Давай еще раз. Широчайшие спереди. И чуть наклоняй корпус. Да. Вот сейчас хорошо. Включи сильнее. Плечи опустил. Да. Только вот этого мне не хватает. Еще сожми сильнее. Да. Ну смотри. Ну смотри. Я сжимаю? Вот здесь. Я дальше. Вот сейчас хорошо. Видишь, насколько талия уже стала? Чуть наклонился вперед, плечи опустил. Все, вот оно. Хорошо, бицепс сбоку. Бицепс бедра еще раз, Маш. Вот. Вот сейчас видишь, насколько? И не напрягай его, а расслабь. Расслабь. Вообще расслабь. Да. И размашь. Вот он у тебя становится гораздо больше, когда расслабь. Вот смотри вообще. И мне надо напряжение в ягодицах. Да. Тут прижал к широчайшему бицепсу. И не напрягаешь его. Хорошо. Удыхай. Еще, еще, еще. Да. Не выдыхается. Хорошо. Смотри. Боковые позы очень хорошо сразу помогают, когда ты начинаешь подавливать ягодицу. И она у тебя играет. То есть ты встал и начинаешь включать. Это визуально сразу. Давай. И чем сильнее скрутишься, тем талия будет туже. То есть мне надо вот это еще сюда. Да. Давай. И вот тут держим и раскрылся. Пошел. И жопой поиграешь. Да. Напряжь расслабься, напряжь расслабься. Вот. Да. Но не тазом, а просто ягодицу. Вот. Вот так. И прижал. И чуть-чуть жопу продави. Хорошо. Двойной сзади. Да. Чуть подсел. И плечи не задирай. Да. И включи заднюю дельку. Вот. Но не сводя. Вот. Хорошо. Широчайший сзади. В NPC можно показывать. Так. Так. Опять плечи задрал. Опусти. Вот. Еще опусти. Давай еще талию зацепи сильнее. Прямо отсюда. Да. Видишь мобильности плеча. Ну. Ну заведи. Ты просто знаешь. Зайди вот здесь. И отсюда. Мне просто видно мобильности. Сейчас плеча пока не хватает. Это будет работать. Ну вот ты же сейчас сможешь так сделать. Видишь я вывернуть уже не могу. Я прям вот здесь. Да. Я понял. А ты смотри. Вот сейчас ты же вот так держишь. Зацепись большими пальцами. И все. Я в общем понял сейчас. Давай. Погнали. Погнали. Давай. Погнали. Да. Все. Трицепс. Да. Чуть свеченнее. Да. Хорошо. Трицепс сбоку. Слушай. Ну не так на самом деле на фотках смотрится спина хуже. То есть в жизни она не такая как бы плохая. Так смотри. Вот здесь. Когда стоишь таким образом ты стоишь узкий. Ага. Мне надо чтобы ты стал вот так. Да. И плечо опусти. И смотри. Вот здесь мне руки не хватает. Чуть-чуть давай. Да. И это плечо опусти. Видишь? Широкий. Узкий. Будешь. И подсядь чуть-чуть. Да. То есть визуально насколько ты стал больше. Смотри так. Или так. Да. Трицепс. Да. Вот. Выдохни здесь. На эту сторону предпочтительнее. Вот. Вообще хорошо. Смотри. Широкий. И доверни ногу на меня. Колено еще. Да. Еще чуть-чуть. Вот. Так лучше. Да. Ты увидел? Насколько шире плечо стало просто плечевой. Так. Последнее. Пресс бедро. Смотри. Я бы хотел, чтобы ты поиграл. Поставил вот так. И воткнул потом. Нет. Сначала на носок. Ага. Давай. Ты пока не напрягай вверх. Просто давай ноги. И смотри. Ты выставляешь вот так. У тебя квадрицепсы хорошие. Это позволяет. У меня как бы такого нет. Но если ты подразвернешь сюда, она становится объемнее. И эту подразвернешь сюда. И у тебя объемы, они сразу меняются. Встаешь, а потом вот повернул и воткнул. Давай. Да. На эту подсеть сильнее. Да. Эту прям на весу чуть вот здесь. Включи. Нет, чуть на весу пока. Теперь повернул колено и воткнул. Но ты воткнул вот здесь, а мне надо по центру. Да. И поверни чуть-чуть. И вот эта сечка, да. Вот ее надо, чтобы видно было. Но ты спрятал полностью эту ногу. Подсядь на нее. Подсядь на нее. Подсядь. Да. И еще. Заверни еще, еще. Да. То есть ты сначала показал, что они у тебя объемные, да. А потом ты показал, что она у тебя делится. И классическая поза. Какую бы ты хотел выбрать? В принципе, знаешь, какой вариант? Вариант трицепс сбоку. Но при этом вот такой. Да. В принципе, он может быть уместным. И ты можешь показать вот так. Да, хорошо. И при этом ты показал, потом, например, переставил и пошел там вот этот вариант. Ну, максимальная муслицепс, она не по туда. Но если ты показываешь бицепс двойной, ты его уже показал в классический вариант. Покажи его с изгибом или что-то. Получается, сейчас посмотрели форму, но так вот подприкинули пока, понятное дело. Понятное дело, что везде пока еще много. Ну вот, ты говоришь, потенциал есть. Это хорошо. Есть тенденция выступать и нормальные места занимать. Вот что сейчас вот в первую очередь, что мы нарабатываем? Какая основная сейчас типа цель, задача? Основное, что хотелось бы сейчас увидеть, это вот жесткость. То есть не сухость. Сухость, понятно, она должна быть на сцене. Это уже там не до формирования, а не подводки сделать. Да. А именно момент жесткости мышечной. То есть очень легко привести пример. Чем сильнее твои силовые, тем ты жестче. Если мы рассмотрим всех пауэрлифтеров, которые приходили в бодибилдинг, пусть это были и не самые хорошие результаты, но они все были максимально жесткие и плотные. То есть сама плотность мяса, ее вот пока не хватает. То есть оно все дутое, все такое 3D-шное, но не хватает вот этой, знаешь, ощущения мраморной говядицы. Я вообще-то думаю, что это все-таки из-за того, что я давно не уступал. И вообще нормально не занимался по факту. Тут, конечно, ряд факторов. И когда мы все эти факторы лишние уберем и добавим нужные, то оно, конечно, выйдет. То есть это основное, чего не хватает пока что. То есть сами пропорции менять почти ничего не надо. То есть талия ужмется, станешь шире, все будет красиво. Добавить бицепс бедра чуть-чуть там условно, по спине детали. Просто подтянуть их, это просто там за 2-3 года, мне кажется, получится сделать. Да, откровенных дыр как бы их нету, да. Поэтому наработать вот это, добавить жесткости. И, как говорится, вам суду что? Пизда, блядь, братья, пиздано. Так, ну что, вот посмотрели тренировочку. Ставьте свои старцы королевские лайки, обязательно пишите комментарии. На Антона Герасимова обязательно подписывайтесь. Ссылочка в описании. Вот такие жесткие тренировочки будете делать. По 11 тысяч килокалорий есть и будете такими же красавцами и молодцами. Все, встретимся в тренажерном зале. Спасибо за тренировку. Спасибо за просмотр!